всем приветствую подписчики гости моего канала сегодня я снимаю видео и хочу свое видео начать с такой фразы люди будьте добрее почему я так говорю потому что читаю комментарии под моими видео под видео других блогеров и удивляюсь насколько сейчас люди злые некоторые комментарии которые пишут под видим просто противно читать там сплошной мат сплошной негатив и тому подобное как вообще так можно писать а самое главное когда читаешь эти комментарии видно какая не образованностью этих людей ошибка ошибкой погоняет честно можете сами взять почитать любые негативные комментарии ошибка на ошибке сначала научитесь правильно писать говорите а потом уже что-то высказывайте какие-то свои негативные мнения какое-то свое предположение о той или иной ситуации еще раз повторяю люди будьте добрее потому что из всех вот этих комментариев это не касается только моих видео это касается остальных видео остальные видео которые делают другие видеоблогеры и пожалуйста люди мы сначала такое мое обращение к вам можете сейчас конечно писать там тоже очень много плохих комментариев под мои видео но я вам все-таки скажу что я думаю и там уже вам решать расскажу что все комментарии под этим видео которые будут описаны в нецензурной брани и тому подобное будут сразу удалены и люди эти будут заблокированы так я тебе хочу сказать свою точку зрения по этому поводу как я сказал вы сначала научитесь и будьте грамотными и не верьте пожалуйста тем различным историям которые вам рассказывают например по телевидению в радио газетах или бы там какие-то другие ваши знакомые рассказывают если рассказывать близкие да там можно еще поездить но если какие-то знакомые рассказывают не верьте пока сами не убедитесь в этом именно я всегда поступаю только так мне могут сказать что угодно какие угодно слова какие там различные ситуации что происходит но пока я сам не убежусь в том что это именно так я никогда не буду вставать на ту сторону которую мне предлагают в каком-то одном из видео я уже говорил что я никогда не встану на сторону большинства если это большинство не право я останусь лучше один и буду оставить свою точку зрения но никогда не пойду за большинством как делать дальше такая тема любые высказывания которые говорю своих видео или говорят другие видео выигры относительно россии что там какие-то ситуации хуже сразу воспринимаются в штыки и я называю патриотами россии больше их никак не зовешь стоят на защиту россии хотя сами знают как на самом деле обстоят там дела не знаю может быть у этих людей закрыты глаза и они ничего не видят что происходит вокруг мы уехали год назад даже больше года назад из россии я знаю какая там была обстановка мы были там летом я знаю какая там была обстановка и не надо говорить что там встал и все лучше столб изменилось или что-то как-то по-другому стало нет такого нету как было так еще даже есть хуже многие высказывают такое мнение что в германии нет свободы действий и поэтому многие хотят я знаю тех людей поздних переселенцев которые приехали уже давно и высказывают такую точку зрения что они хотят опять вернуться к себе на родину там неважно россии казахстан любая другая страна откуда они приехали но хотят вернуться к себе на родину так что же вас держит езжайте туда пожалуйста если у вас здесь нет свободы действий по моему здесь есть свобода действий и здесь можно делать все то но делать единственное что нужно правильно и последующим такое высказывание я слышу в основном это высказывание от людей русскоговорящих которые проживают германии которые говорят что вот вы приехали мы платы не работаете и мы платим налоги и вы живете на эти налоги дорогие уважаемые граждане которые вы приехали сюда германию там 10 20 30 лет назад вы когда приехали у вас что вам не давали различные пособия вам не помогало государство вы сразу с первого дня пошли работать не выучи язык многие сделали так конечно да пошли работать уборщицами различные посуду мыть и при этом получаем различным маленький доход но в основном большая масса приехали сюда и так же как и мы получали сначала государство различные пособия различной помощи оказывалось и потом когда уже выучились пошли работать тоже планирую сделать и я следующее такое высказывание которые слышат тоже только слышу от русскоговорящих которые проживают здесь германии что немцы называют русских русскоговорящих русаками ни разу не слышал такого выражения от немца чтобы он сказал дубист русак такого нет выражения дубист русом я такое есть выражение ты русский могут они сказать но русак это чисто выдуманное такое слово которые говорят русскоязычные которые проживали здесь в германии нас с вами же соплеменников нас ну и же такие же русскоязычное который пожелать в германии и это я очень часто слушаю в год там русские живут у трасс немцы так никогда не скажешь на вас они скажут русқам то absurd такое выражение немецком нету русак и многие пишут что вот немец нас называют русаками. Никогда немцы никого не называли здесь, из русскоговорящих, приехавших из бывшего СССР, из России, из Казахстана, из Молдавии. Русаками никогда не называли. Только сами русскоговорящие, которые проживают здесь, в Германии, называют между собой своих же соплеменников, соотечественников словом русаков. Вы можете мне писать комментарии, говорить, что я такой же русский и приехал из России. Да, я считаю себя русским. Моя родина, где я родился, Россия, а именно Самарская область. Я там родился. Но сейчас я проживаю в Германии. Это является моей второй родиной. И я, как и все приезжие сюда, осваиваю все то, что здесь ценно для немецкого народа. То есть, различные традиции, различные праздники. Но также я не забываю своих праздников, которые проходят в России. Мы отмечаем 25-го Рождество, мы отмечаем 7-го января Рождество. Мы отмечаем Новый год здесь. Мы отмечаем Пасху немецкую, Пасху русскую. Мы отмечаем. Все эти праздники мы не забываем. Все наши традиции мы не забываем. Но, пожалуйста, еще раз повторяю. Люди, будьте добрее. Относитесь между собой добрее намного. В интернете, допустим, вообще нельзя уже смотреть, там какие-то, читать комментарии. Это ужас какой-то полнейший. Там просто неприятно это делать. Почему вы так относитесь вообще? Между собой так общаетесь? Почему? Любой человек, который скажет что-то против общего мнения, сразу он является изгоем для этого общества. Почему? А если этот человек говорит правду? А так и есть. Потому что некоторые я это видео делаю в преддверии Нового года. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Желаю счастья, добра, мирного неба, над головой. Задумайтесь над своими действиями и мыслями. Будьте доблее. И у вас будет все хорошо. Всем всего доброго, всего хорошего. Без байт. Чус. Субтитры создавал DimaTorzok